С нами на звездку сейчас Арман Чураев, это бизнесмен, громадский деятель и медиа-менеджер из Казахстана. Арман, здравствуйте, рад вас видеть в нашем эфире. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Начнем наш разговор с того, что на днях в Казахстане прошли выборы парламентские, и там были задержания, там были протесты, там были недовольные. Насколько я знаю, вам тоже не удалось пройти. Почему такой ажиотаж был вокруг этих выборов? Ну, ажиотаж был, потому что впервые одномандатники за последние 20 лет получили возможность люди путем самовыдвижения бороться за кресла в парламенте. Но, видимо, у властей были свои резоны не пускать независимых общественных деятелей в парламент. У нас, к сожалению, до сих пор мы являемся таким же ровно тоталитарным государством, как и Российская Федерация, как и Беларусь. Поэтому мы иллюзии не питали, но, как бы, сейчас не только я, очень много независимых кандидатов мы подаем в суд, подаем в ЦИК, оспариваем результаты и требуем отмены его результатов. А шанс есть? Шанс минимальный, но если хотя бы нам удастся посадить в тюрьму несколько учителей, которые были причастны к подбросу и бюллетеней и так далее, к ответственности уголовной, то это уже будет достижением. Вот вы сказали за тоталитарное государство. Очень часто в адрес Казахстана летят обвинения в том, что он помогает России обходить санкции. И это касается закупок техники разной, с которой Россия может вынимать разные элементы и ставить их в свое вооружение, которое потом использует против Украины. Можно ли как-нибудь этому противодействовать? Противодействовать можно, но очень тяжело. Я знаю, что на сегодняшний день правительством принято решение с 1 января полностью ввести электронную базу всех товаров, которые идут реэкспортом в Российскую Федерацию. Я думаю, что это было одним из условий, которые выставил господин Блинкейн, когда был в нашей стране с визитом буквально две недели назад. Поэтому я думаю, что возможность обхода санкций у нас уже уменьшается. На самом деле, я думаю, что все это время, конечно же, 7 тысяч километров у нас с сухопутной границы с Российской Федерацией, дырявой границы. Поэтому я абсолютно не исключаю, что, конечно же, казахские власти помогали России обходить санкции. Ну, вот электронная база, это, конечно, хорошо, но есть еще такая проблема, как российский бизнес в Казахстане. Вот, к примеру, в Турции с момента, когда началась массовая мобилизация на территории России, русские открыли на 670% больше компаний в Турции, чем было до мобилизации. Вот как сейчас дела с русским бизнесом идут в Казахстане? Дело в том, что русский бизнес уже давно пустил корни в нашей стране, потому что у нас более либеральное налоговое законодательство, фискальное и прочее, да. И поэтому последние 10 лет очень много российских компаний даже перенесли сюда свои головные офисы. И поэтому очень тяжело, конечно же, отследить на сегодняшний день. Среди них, конечно же, есть очень много ***, которые молча подносят патроны, да, образно выражаясь. В то же время очень многое релацировалось. За последний год компаний тот же, например, Арсен Томский, да, который является автором и владельцем Миндрайвера. Много других компаний, которые переехали. Многие сбежали от российского режима. А многие, я думаю, что являются продуктом порождения ФСБ, СВР и так далее. И они готовы были, в том числе и к таким сценариям, когда будут на Россию наложены санкции, чтобы потом, благодаря вот этим компаниям, обходить их. Ну а вот власти понимают, чем это может грозить. Ведь чем глубже корни, тем сложнее будет их потом вырвать, если можно так сказать. И это уже не говоря о том, что такие компании, такие бизнеса потенциально могут быть ячейками для русских спецслужб. Абсолютно верно. Они такими же ячейками уже являются и де-факто, и де-юре. Я говорил уже, да, что у нас помимо Россотрудничества всяких спутников, еще и бизнес очень серьезно представлен. Вот недавно продали еще несколько, вот даже аэропорт в приграничном городе Уральск недавно передали под контроль Вексельбергу, да, российскому олигарху. То есть можно считать, что уже у них есть аэропорт подскоков в случае, если они решат также агрессивно совершить агрессию в отношении Казахстана. Поэтому, конечно же, власти это понимают, но в то же время я уже неоднократно говорил о том, что мы являемся и информационной, и экономической, и политической колонией Российской Федерации, к сожалению. А вот такая угроза с нападением на Казахстан есть? Реальная вот сейчас, потому что... Ну, конечно же, она существовала всегда, и это была не гипотетическая угроза. Я всегда... Почему казахи так все 90% поддерживают Украину? Потому что прекрасно понимают, если России удастся сломить Украину, то следующими на очереди будем мы. Вот. И мы... Я уже много раз говорил о том, что мы уже на треть оккупированы. У нас город Байконур является российской колонией де-факто де-юре. Город Приозерск в Карагандинской области тоже является военной базой российской. Порядка 5 или 6 миллионов гектар отданы под полигоны, на которых тренируются вот эти агрессоры, которые потом эти же бомбы скидывают на головы мирных граждан Украины. Поэтому Казахстан де-факто является пособником России в этой агрессии. Вот если Казахстан является пособником России в этой агрессии против нашей страны, есть еще... Недавно, кстати, начали разные страны заявлять о том, что Россию и всех причастных к совершению военных преступлений нужно привести, притянуть к ответственности, и вот есть ордер на арест самого Путина. А не пугает ли этот ордер власти в Казахстане? Ведь если Путина удастся задержать и притянуть к ответственности за военные преступления, это повлияет и на нынешние власти в Казахстане, которые помогали Путину удержаться при власти. Ну, совершенно верно. Вы понимаете, у нас такая парадоксальная ситуация. На самом деле, очень многое, что происходит во внутриполитической жизни Казахстана, зависит от того, чем закончится судьба Путина и его режима. На самом деле, наши власти являются в некоторой степени ставленниками Путина и его режима. Поэтому они, конечно же, с ужасом восприняли эту новость о том, что выдан международный ордер на арест. И я думаю, что это является в том числе предупреждением и для наших властей, и персонально для нашего президента. Теперь он официально узаконенно считается нерукопожатным в более чем 100 странах, где его могут арестовать. К сожалению, Казахстан не является такой страной, который подписал соглашение по Гаагскому трибуналу. То есть к нам он может приезжать, уезжать беспрепятственно. Я говорю о Путине. В таком случае есть ли шансы и способы дистанцироваться от России и от российского влияния в том числе? Ну, я думаю, что наш президент, конечно же, ему очень тяжело. Он пытается дистанцироваться. Вы помните, в прошлом году в июне в Петербурге он заявил при президенте Путине, который сидел от него в двух метрах, что мы никогда не признаем квази-государственные формирования ЛНР и ДНР и не будем помогать России обходить санкции. Я думаю, что международное давление растет, в том числе и благодаря тому, что союзники Украины – это серьезные государства, которые являются основными донорами казахской экономики. Я говорю о Соединенных Штатах, Голландии и прочих европейских странах. Поэтому я думаю, что в этом плане, конечно же, Казахстану придется и нашему президенту Такаеву все-таки придется занять белую сторону, светлую сторону, быть на стороне воинов света, то есть Украины. И есть еще один вопрос, он касается любимого русского метода. Это вранье, это пропаганда, это дезинформация и это фейки, которыми очень часто оперируют русские журналисты, если их можно так вообще называть. Вот что касается российской пропаганды в Казахстане. Сильно ли она влияет на восприятие казахами войны России против Украины и насколько глубоко она сидит сейчас в Казахстане? Ведь мы все прекрасно знаем, что русская пропаганда, она есть везде. Она есть у нас в стране, она есть в европейских странах, она есть в США и так далее. Вы знаете, русская пропаганда в формате на 24 на 7 вещает на всей территории Казахстана, но к чести моих соплеменников, моих сограждан, я могу сказать, казахи умеют отличать черное от белого, добро от зла. Поэтому даже несмотря на этот поток лжи, который несется с уст российских пропагандистов, 90% населения Казахстана на стороне Украины. Это прекрасная на самом деле новость, и об этом как раз о людях сейчас хотел задать вопрос. Как, точнее, хотел о людях, но начну с нелюдей. Как русские сейчас ведут себя в Казахстане, потому что Казахстан это одна из стран, куда русские бежали от мобилизации, и Казахстан это единственная страна, где казахи спрашивали русских, чей Крым, и за неправильные ответы русские получали по щам. Продолжается ли сейчас этот процесс? Ну, я был одним из тех, кто задавал прямо этот вопрос, потому что в первый месяц, когда они бежали от мобилизации, это было в сентябре, но их было настолько много, что и видно было по ним, по потерянным лицам, что это именно вот те ребята, которые убежали. И я могу сказать сейчас, 80% тех, кто был у нас, они уже выехали либо транзитом в другие страны, либо вернулись к себе на родину. Но и те, кто остались, я могу сказать, они воспринимают, наверное, уже реальную картинку, они прекрасно понимают, что им никто не даст здесь зиговать, никто им не дает навешивать на машины литеры Z или какие-то еще атрибуты агрессии. Они это прекрасно поняли, поэтому ведут себя очень тихо. Может быть, они латентно являются коллаборационистами, но вслух говорить об этом, они поняли, что это очень опасно, в том числе и для их самочувствия, и для здоровья тоже. Не в том месте они решили это говорить. На самом деле очень радует, что несмотря на то, что русская пропаганда пытается как-то влиять на Казахстан и на население вашей страны, это на народ не действует. И, как вы говорите, 90% граждан поддерживают нашу страну в этом противостоянии и в этой российской агрессии. Арман, я вам благодарен за этот разговор. Спасибо, что присоединились к этому эфиру. Я нагадаю для наших глядачей, что на звязку с нами был Арман Шураевцев, бизнесмен, громадский деяч и медиа-менеджер из Казахстана.